Это новости Прима, мы продолжаем. Зрелищная премьера состоится завтра в Театре оперы и балета Буф-опера «Синяя борода». Ее ставил столичный звездный хореограф, он же, например, работал в проектах «Голос. Дети», «Евровидение» и «Фабрика звезд». Красноярцы станут первыми, кто увидит легендарную оперу Жака Оффенбаха на «Новый лад». В эти минуты в Театре проходит генеральная репетиция, там находится моя коллега Стефания Микишова. Стефания, что сейчас происходит на сцене и какие у тебя впечатления? Всем здравствуйте! У нас тут все по-настоящему на сцене актеры и в зрительном зале даже есть немного зрителей. Слушайте, первые впечатления очень необычные, все-таки постановка адаптирована под наше современное восприятие. Яркие костюмы, декорации очень необычные. И, как верно сказал Давид, это не просто опера. Опера «Буф», что предполагает собой жанр комедии. Так что будет не только красиво, но еще и весело. И вообще у этой оперы очень большая история, больше ста лет. Только представьте, она была написана в 1866 году. Несколько десятков лет она была переведена на русский. И вот только недавно Красноярский театр оперы и балета переосмыслил и перенес действия в современные реалии, что само по себе очень интересно. Лично мне всегда интересно смотреть современные интерпретации легендарных произведений. И вместе здесь со мной, тут рядышком, есть хореограф-постановщик этой самой оперы Максим Недалечко. Здравствуйте, Максим. Максим, я знаю, что вы являетесь хореографом очень крупных телевизионных проектов, работали со звездами, такими как Филипп Киркоров, Кристина Арбакайта, студия. И скажите, как вам работалось с нашими красноярскими артистами? Ну, уже неоднократно не отвечал на эти вопросы. Очень замечательно. Труп принял мне тепло. Конечно, сначала были такие взгляды в мою сторону, потому что никто не привык, что в опере танцуют, двигаются. Все привыкли стоять, чопорно и заниматься своим делом. Тут ворвались, так сказать, в их жизнь, немножечко ее поменяли. Да, очень, кстати, интересный вопрос. Чем именно эта опера отличается от всех остальных, от классических? В чем ее особенность? Ну, мы привыкли к тому, что классическая опера это практически статичная история, где в основу вкладывается только вокал, какие-то легкие жесты и так далее. Ну, мы немножечко попробовали эту историю раздвинуть. Вот в данном случае сейчас как раз происходит один из номеров. Мы сделали ее очень подвижной, не стоячей, что, в общем-то, новшество в такой истории. Поэтому, мне кажется, зрителям будет интересно посмотреть и взглянуть на оперу вот немножечко с другой стороны, когда она в такой, в динамической форме происходит. Я понимаю, что Красноярск увидит вот такое явление вообще первый раз. И это мы первые. Думаю, что не только Красноярск, но да. Да-да-да. И скажите, пожалуйста, вы как человек, который это все создавал, поставил, волнуетесь ли вы перед завтрашней премьерой? Ну, безусловно, потому что наложились две оперы практически за короткий срок. И, естественно, в трубе Красноярского театра совсем нелегко справляться. Вот недавно отыграли опричника, значит, давали опричника. И вот за короткое время, разница неделя, нужно подбивать. Поэтому, конечно, волнуюсь. Если бы ребята были танцорами, например, да, все было бы проще. А поскольку все-таки ребята, многие столкнулись с этим первый раз, были некоторые нюансы, с которыми боремся до сих пор. И я думаю, что будем дорабатывать в процессе, неспосредственно даже до премьеры. Поэтому, конечно, это нормальная история, волноваться, переживать, для того, чтобы впоследствии все произошло так, ровно так, как и, в общем-то, хотелось бы. Как и задумывалось, да. Спасибо вам большое. Пожелаем удачи на завтрашней премьере. На этом у меня все. А для тех, кто еще не определился, куда сходить на этих выходных, прямо сейчас короткая афиша. Субтитры создавал DimaTorzok